Всем привет! Сегодня у нас 19 февраля. Тема, что такое аукцион Amazon PPC и как на нем не переплачивать. Федор, приступай. Но сначала включи микрофон. Всем привет! Меня зовут Федор Ленченко. В двух словах о себе я уже тут провожу время от времени лайвы. У нас с партнером есть свои магазины, мы продаем активно там. У нас есть команда людей, около 9 человек у нас работают в команде, которые где-то полгода назад мы еще начали предоставлять как услугу настройка рекламы для других продавцов, которые продают на Амазоне. Ну, это очень крутой опыт, на самом деле. Не такой супер, конечно, и денежная ниша, но очень крутой опыт в том, что у нас есть возможность смотреть и пробовать свой опыт в разных нишах. Мы, допустим, своих товаров, товаров именно сколько запустили, я вот не могу сказать, но листингов мы около 120 именно своих, с вариациями запустили и все остальное. И около где-то 150 листингов мы клиентов прокрутили. И почему я это все рассказываю? Потому что для чего мы… Ну, для чего, что я сейчас хочу рассказать на лайве? Я хочу рассказать немного информации, но то, что мы за счет того, что у нас большой опыт, мы заметили новые фишки в PPC, которые я нигде не слышал. Ни в курсе Брайана, ни вот вообще нигде мы не слышали это. Они не до конца еще оттенчены, но то, что мы видим, оно в подавляющем большинстве так и есть. Сегодня я расскажу вообще, ну, аукцион, что такое, чтобы вы понимали причинно-следственную связь. Может, кто-то уже знает. Аукцион PPC именно Амазона. Вот, я расскажу, какие замечания у нас были. Вот, мы продолжаем дальше тестить, мы новые вообще фишки еще придумаем. Вот, по мере того, как мы будем видеть, что оно работает, я буду рассказывать в лайвах и все остальное. Вот, значит, как я хотел бы построить, я расскажу вот это новое замечание наше, и чтобы вы задавали вопросов. Большого контента здесь очень много не будет, потому что я буду рассказывать что-то новое, а оно не так слишком много нового происходит. Вот. Итак, что такое у нас аукцион Амазона? У нас есть, получается, в Амазоне, ну, насколько вы все знаете, есть три match-type. Это broad, phrase и exact. Вот. То есть, и как происходит устроен... Ну, broad – это широкая соответственность, когда мы добавляем ключи, к нему все расчермы более широкие. Какие-то мусорные могут подтягиваться и все остальное. Вот. А фразы – это чуть-чуть по ушам, и exact – это баллитонное вообще соответствие. Вот. Как происходит распределение аукционов? То, что должен понимать каждый, что аукцион, допустим, по броуду, предположим, что у нас есть одно ключевое слово, и, предположим, это же ключевое слово, вроде используют 100 продавцов. Так вот, аукцион распределяется между этими 100 продавцами. Если максимум из этих 100 продавцов кто-то поставил на броуд 3 доллара по этому ключу, то и ставки приблизительно будут такие же. Вот. Если кто-то поставил выше, то и ставки будут расти. Таким образом, аукцион мы выигрываем друг у друга. По фразе отдельно аукцион, по ключевым словам. И по exact точно так же. То есть, если 100 продавцов используют exact, в exact ключи, либо во фразе, они между собой происходят распределение ставок и аукционов. Вот. Ну, естественно, что подавляющее большинство продавцов, которые только начинают продавать на Амазоне, они в основном используют броуд, потому что для них фраза exact, это такое, в грибучий лес. И они, ну, такие конференции наброют больше, чем на другие соответствия. Ну, это все зависит от нищи, конечно же. Вот. Тут такое могу сказать. Такой момент. Вот. Что мы заметили, какие фишки мы заметили? Ну, первое, что мы нашли, я, возможно, уже говорил когда-то в каком-то лайве, что, допустим, мы продаем нищие кушек. Мы заметили такую штуку, если мы будем брать ключевые слова с повторениями, допустим, тоис, 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 два раза, либо там еще. Использовать это прям как ключ. То этот ключ будет генерить очень-очень много трафика. То есть он будет за собой приносить большое количество сверчтермов. Поэтому, если вы хотите найти какие-то трафиконесущие ключи, то вы можете брать просто свой главный запрос, который у вас есть, и повторять его там в общей нищей, все остальное. Вот. Несколько раз, там, я не знаю, гифс, гиф, гифсы, либо еще что-то. Это работает так. И зачастую, получается, ну, даже вот два раза повторил, отдельно ключ засунул, три раза повторил, четыре раза повторил и засунул. И оно за собой приносит разные серчтермы различные. Трафика идет много, вот, и можно искать таким образом какие-то новые серчтермы, по которым будут продажи, и вставлять их уже как в ключи. Вот. То есть это такая фишка, которую мы заметили, это просто использовать повторение в бродя, преимущественно. В других матч-тайпах это не сильно работает. Вот. Также мы еще заметили такую фишку, что мы, мало кто использует, ключи в рекламу вставляют со словом Prime в конце. То есть мы берем, грубо говоря, наш ключевой запрос, самый главный, ну, горячие ключевые запросы, и добавляем к ним добавку Prime. То есть по такому ключу мало кто рекламируется. Но дело в том, что по практике люди действительно так руками в Амазоне и вбивают. Даже если вы посмотрите сами и вобьете свой ключевой запрос и добавите Prime в этом, в Амазоне, то он автоматически даже подтянет калочку, выберет Prime и покажет это у всех Prime продавцов. И по этому ключу можно точно так же рекламироваться. То есть там конкуренции меньше, чем, допустим, Toys for Women, да, допустим. Ой, не Toys for Women, там, Gifts for Women, да. И если мы добавим Prime, то на это слово меньше конкуренции, и, следовательно, там, если ваше предложение, по нему будут продажи, и конверсии будут выше, чем просто без Prime. Вот. Такая штука происходит. Зачастую она работает везде, во всех товарах, но бывает такое, что оно как-то не срабатывает. И обязательно примечание, чтобы, если использовать своим горячим ключом для Prime еще, нужно обязательно, чтобы в тайтле было слово Prime. Вот. Тогда оно будет работать, и тогда все будет плохо. Вот. Слова с Prime можно точно так же загонять в три соответствия. В Broad, во фразу и в Exec. Если, допустим, с повторениями это лучше работает в Broad, то с Prime можно в три разных матча закидывать. Вопросы можно задавать, пока не забыли? Да. Смотри, первый, по повторениям. Одно слово понятно. А если два разных, если эта фраза из трех слов состоит? Прям фраза повторяется? Ну да, да. Можно вот. Это больше работает, мы делали так, допустим, там, Pest Repellent, Repellent, Repellent. Но это больше работает, если, допустим, там, ну, как я привел пример с игрушками, либо с подарками. Если у вас есть какое-то любое слово в вашей нише, которое в общем характеризует ваши товары, то его можно повторять. Вот. Когда это именно конкретное название самого товара, но это не так эффективно работает. То есть это не везде применимо. Еще уточни, не понял. Вот для меня не дошло. Вот есть, я понимаю, например, Dog Toys. Да. Dog Toys, Dog Toys, Dog Toys, Dog Toys. Так, ладно. Теперь поправим. Вот. Да, поправим, да. Теперь поправим. Прайм впереди или сзади? Сзади. 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 Просто берем свои горячие ключи и добавляем в конце прайм. Понял. Вот ты сказал про тайтл. Это для того, чтобы индексировался? Да. А если он индексируется без тайтла? Ну, например, тот же там в серш-терме там прописанный или как он там в этом, в этих. Ну, короче, будет индексироваться при любом раскладе, то есть без тайтла. Ну, смотри, мы как эту прайм-фишку нашли? Ну, у нас просто выпрыгнул этот ключ, он не был нигде ни в тайтле, ничего. Мы как-то так взяли себе за это, за основу, просто берем и добавляем в тайтл это. Потому что, ну, самое важное для Амазона, первый приоритет стоит на серш-терм реклама, если раньше рекламу можно было строить, основываясь еще на серш-термах, то после того, как Амазон просадил серш-терм, то он больше берет, ну, в приоритет ставит этот фронтенд, не бэкенд, а фронтенд, именно тайтл, буллит и description. Description в самую последнюю очередь. Мы даже проводили тест, мы просто брали ключи, которые не работали. Не, ну, если они индексируются, предположим, понятно, сила, там, мощь и так далее, я про, именно, если индексируется, в любом случае этого достаточно или все-таки в тайтл его запихивать надо обязательно? Надо тестить. Я не, я на этот вопрос, я на этом передаю. В любом случае, прайм-слово должно быть индексироваться, я понял. Да, да, я, так, ну, для кущей уверенности вставьте себе его куда-то. Ну, просто как-то мне лично, например, стрёмно вставлять в тайтл, прайм, квэлити, премиум, вот это, вот эти слова, знаешь, как такая. Меня сразу это отпугивает, какая-то индусская китайщина. Ну, знаешь, это никак, сколько мы делаем, никак это никогда не влияло на продажи, сильно на конверсии, ну, никогда не было такого. Это прям кардинально, там люди писали, пишут, 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 пишут. Да нет, нет, ну, мне просто, мне не нравится, я как-то это самое, как это, знаешь, стилистика, что ли, понимание. Я просто, это самое, не люблю вот эти вещи писать. Уже подход каждому человеку, кому что нравится. Может, есть вопросы у кого-то? Можете задать, написать. Писан или можно позвонить. Ой, позвоните, это голосом. А если ты писали, в Prime писать, там никаких санкций за это не может быть? Ну, по крайней мере, не было у нас, ну, полгода так делаем, ничего у нас нет. Вот, ну, максимум, ну, скажу, уберет этот слой, и все. Мы даже когда-то по ошибке вставляли бренд, название бренда в этот, в Title, ну, когда-то давно. Максимум, что нам сделал, Amazon, он его просто подрезал и все. Вот, отрезал его, ну, мы просто поминфли, вернули и все. Санкций, ну, никаких не было. Ничего, может, ну, может, это и как-то запрещено Amazon, на самом-то деле, ну, по опыту, ну, не было так. О, может, написать в поддержку, не расписать, но я сомневаюсь, что не скажу, что это, типа, ок. Потому что чисто логически, если подумать, то Amazon сам бы как бы показывать и рассказывать, что тут Prime. Ну, что это правда. Еще есть вопрос? Нет, да? Так, ну, хорошо. Третья фишка, последняя вот, которая, новая, которую мы сделали, она не до конца еще затещена, но то, что мы видим, она работает. Смотрите. То, что я рассказывал с самого начала, как работает АУП. То есть берется слово и на слово среди всех продавцов выставляется став. Что мы заметили? А, допустим, ну, что мы заметили? Мы выбирали ключевое слово, допустим, я не знаю, oil diffuser, да, и добавляли к нему просто артикул какой-то. В подавляющем большинстве, но это все зависит от ниши. Там, не знаю, for, еще что-то добавляли туда. И использовали его как ключ. Вот. В подавляющем большинстве что мы видели? Что ставка на ключ oil diffuser, который предложен Амазоном, и ставка на ключ oil diffuser с артиклем отличалась. Потому что логично, что меньше людей используют ключевое слово с артиклем. Вот. И поэтому дешевле выходила то, что ставка, предложенная Амазоном, на этот, на слова горячих с артиклем. Но, по факту, если разобраться, то search term подтягиваются одни и те же. И таким образом у нас, получается, под разные ключи подтягивались соединители, но цена клика была дешевле, чем в… ну, между… цена клика с артиклем, ключу, которая была подтянута с search term, была дешевле, чем без артикля. Вот что заметили. Точно так же можно брать, если у вас два слова, мы пробовали, это вот менее затыщенная фишка, но мы где-то раз, раз пять у нас такое проскакивало, что через дефис писать. Вот как-то модифицируем слово, как его обычно не пишут другие, не пишут другие. Вот. Таким образом, ну, мы как-то выбираем слово, Amazon же его воспринимает как ключ и сразу распределяет между ним аукцион, как по-своему, там, а чем оно не похоже на другие, тем, как бы, оно не конкурентнее, потому что, как бы, ну, мало кто будет использовать как-то видоизмененное, либо еще что-то. Вот, таким образом, а серж-чермы по факту подтягиваются одни и те же. То есть можете взять, попробовать в свою нишу ключевые запросы свои какие-то дорогие, либо там частотные, и просто подобавлять к ним артикли, подписать их через дефис веб-мя, вот, и посмотреть, какие вам серж-чермы она будет подтягивать, и по какой цене клика. И, ну, мы смотрели, что по некоторым это не работает, но это все зависит от ниши. Вот. А в какой работе, какой работало, например? Сейчас я вспоминаю. В нишах это не работает преимущественно в перенасыщенных нишах. Допустим, та же P3P, когда мы работали, там эта фишка не работала. какие еще, я вот честно сказать не могу вспомнить, но это было преимущественно в тех нишах, которые там супер перенасыщенные. не сильно работают. Вот. В принципе, вот этот весь контент, который новый я, вот это ты хотел рассказать сейчас. Я хотел бы дальше построить этот слайд, чтобы просто задавали вопросы, потому что часто много вопросов, которые… Хотелось бы в общем ответить разок, чем десять раз каждому отдельно отвечать. Отвечать. Вот можете частные вопросы свои, вот которые у вас сейчас на бандерах стоят. Ждем вопрос. Нет вопроса. Также я могу вам напомнить о том, что не забывайте, когда подбираете ключи какие-то, не забывайте смотреть смежные ниши. Допустим, если вы продаете что-то для спортзала, вот конкретно, не знаю, поилку для воды, то не забывайте делать анализ вообще вашей целевой аудитории, ну допустим, кто покупает, зачем покупает, что вместе покупает с этим, то есть какие-то сопутствующие. Выбирайте конкретно смежные товары и рекламируйтесь по ним, по этим ключам. Вот тоже я пример всегда привожу по Pest Repellent. Мы, допустим, рекламировали этот товар, напоминаю, что это такое, это штука, которую вставляете в розетку и она отпугивает мышей, крыс, насекомых. Вот. И если, ну, если вы возьмете, вобьете в Амазоне, в МЧВ 100 маус-треп, то увидите, что там будут, ну, показываться только, хотя напомню, что Pest Repellent, если вы зайдете, посмотрите, это перенасыщенная ниша, там, ну, конкуренция большая в этой нише. Так вот, если вы возьмете маус-треп, то там не будет ни одного repellent. И вот, когда мы там рекламировались, по этому ключу были продажи, продажи были большие, окос был допустим, ну, хороший был окос, поэтому. Конкретные цифры я уже не помню, мы это путили где-то два месяца назад. Вот. То есть, когда подбираете ключи, не забывайте, не показывайтесь там, где показываются все. Особенно это касается каких-то там, я не знаю, наколенников, там, Nebrace и все остальное. Вот эти ниши, которые супер цифров, ну, похожи друг на друга. Если у вас уже, ну, взяли и будете показываться там, где показываются везде, то у вас, естественно, еще если ниша перенасыщенная, конкурентная очень, то там у вас будет космический окос. Есть много других горячих ключей, вот вы просто не включали голову, которые в смежных нишах. Вот что еще сказал. Вы применяете все эти варианты на одном CS сразу? Просто. Вариант именно с Prime, ну, смотри, я повторюсь, первый метод, о котором я говорил, это повторение с ключом. Ну, допустим, то, что я говорил, то есть, то есть, то есть. Ну, в основном, ну, то есть, если повторение, то там такие ключи, что к ним особо Prime не вставишь. К ним, это отдельно. А отдельно мы тестим ключи, пул ключей выбираем и добавляем к ним Prime. Вот. Отдельно, конечно, совпадают, допустим, ключи, к которым мы добавляем Prime и ключи, которые мы используем, там, допустим, с артиклем либо с дефисом. Но мы не объединяем эти два метода в одном. Ну, вот, я здесь ответил на вопрос. Ну, вот. Какие еще у вас есть, возможно, вопросы о вашем… Неужели ни у кого вопрос о PPC нет? Что-то мне странно, что, может, никто сейчас в феврале PPC не пользуется? Не знаю. Всех, наверное, о кост маленьких. Не, ну, я вот по Prime подумаю. По смежным нишам. Но это, знаешь, достаточно сложно многим. Потому что это релевантно, нерелевантно. И здесь всегда риски. То есть ты можешь как выиграть, так и проиграть. Ну, то есть достаточно рисковое. Такое, на потомка мой долг ходить. Если ты реально спец, ты все-таки можешь это, знаешь, как-то это риск оправданный, то да. Если нет, я бы не советовал туда лазить. Ну, по поводу… Я говорил о том, что это стоит делать тогда, на самом деле. Если у вас, ну, основные ключи, ну, капец, это для тех, кто, допустим, загрузил себе, у него лежит тысячу на складе, и он не знает, что с него делать. Он запустил рекламу, а реклама у него тупо сжирает все. Вот. Это, ну, если чтобы продавать, то либо идти на партнерку, сколько к ней идет и продаваться, либо брать вот так вот дотошно еще в другие сегменты и вставлять. Это откуда… Мы такое для своих товаров не делаем, потому что у нас, в принципе, мы ищем товары, которые и так конвертят. Это мы делать начали, когда нам приходят товары в суперконкурентных нишах, в которых приходится делать эти танцы с бубликой. Понятно. Вопрос пришел. Вопрос. Почему не срабатывают все ключи из компании, а только три из десяти дополнительных при условии, что ставка и бюджет норм. Если уже ставку вы подняли, и оно, то есть, не кликается, то последнее, что вы можете сделать, это добавить это слово в листинг. Если этого слова и слово в листинге есть, но реклама по нему по-прежнему не работает, возможно, оно малочастотный ключ и никогда больше не заработает. Также иногда не работают ключи из-за категории. Если вы не в той категории находитесь, эти ключи могут там не работать. А когда меняешь категорию, раз, и ключи начали работать. Так. Дальше. Пять ключей. Давай я сейчас повторю. Вот по этому вопросу как раз есть опыт. О том, это разговор, когда, я не помню сколько там на первой странице, если мы возьмем, например, там любой match type и там мы берем какое количество ключей, ну не знаю, там 50-100. Я знаю, насколько помню, 999 там максимальное количество в эту группу добавлять можно. Но вот одна страница, был вопрос об этом. И у меня, я смотрю, там пять страниц там ключей и так далее. Я понимаю, что да, некоторые ключи я задушил просто именно бидом. Вот. Он у меня вывалился. То есть, если лайфтайм смотреть, продажи были, а сейчас там показов три импрессона, например. Это понятно. Но я взял, оставил первую страницу. Даже вот сейчас не могу вспомнить там, какой критерий был, почему я так сделал резко. То, короче, я взял в одной компании, удалил AdGroup, из AdGroup все лишние страницы, оттуда выдернул ключи, которые мне нужны были, сделал просто в этой же компании, там, еще по одной AdGroup, причем в Brody и в Exact. И на данный момент получилось так, что они там заработали спокойно и с нормальным этим, как его звать, с нормальным окосом. Не знаю, хорошо или плохо, но вот так я сделал, поэкспериментировал, потому что очень много ключей у меня реально, а они вот так вот, как там, пол первой страницы работают, остальные четыре страницы, грубо говоря, не работают. Вот. Я такой эксперимент сделал, прошло. Часто достаточно приходится, когда люди запустили неправильную рекламу, тот же автомат, например, или еще что-то, просто удалять и заново перезапускать. Ну вот, опять же, надо понимать, если у вас один товар, или пять товаров, если у вас, или там, пятьдесят пять, если один товар, да, вокруг него можно там танцы с бубнами проводить, там, пять разных, точнее, пять одинаковых компаний делать, но с разным бюджетом, с разным бедом, чтобы кончилось, перезапустилось, там, эти деньги кончились, перешли на вас, там, экономия и так далее. Просто, если у вас уже много этих компаний, много товаров, уже крыша от этого едет. Вот, и начинаешь просто путаться. Я периодически помню негатив, просто забывал и выдергал неправильно, тем более, если не автоматизированными программами не пользоваться. Отвечай на вопросы, потом расскажи, там, изменения смотрел, Excel файл теперь у нас вышел, теперь все дела. Немножко непривычно, правда? Ты туда не заходишь вообще? Программами только пользуешься? Да. Мы работаем только, это недавно было, мы работаем только программами. Я не понимаю, зачем пользоваться этим, если есть программа. Тем более, они дорогие, там, 20 баксов в месяц, если у тебя один товар всего лишь. Единственное, что сейчас вообще последнюю неделю, Amazon очень сильно тупит, он какую-то вообще не ту стату показывает по рекламе и по всему. Переделывает, я тебе говорю, переделывает. У меня, например, это зависает, например, очень жестко, то есть, некоторые изменения улучшились, ну как изменить, там только Excel, только выгрузка изменилась, все остальное что-то не заметил. Но я сейчас не могу вернуться в компанию, мне приходится… Я не доверяю, я, допустим, не доверяю сейчас, вот он показывает статистику за вчера по продажам и все остальное. Я этой статистике не доверяю вообще, потому что мне кажется, что он только сейчас увел и не понимает, что там произошло. Вот, оно только сейчас будет докрутиться. У меня сейчас на некоторых аккаунтах показывают ОКОС 0. Понял? Там одна продажа ОКОС 0. Ну, короче, что-то непонятно, дурдом какой-то. Ладно, не буду больше себя перебивать, поехали дальше. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, тут нашел Виталий Облаков. Написал, нашел пять тысяч по цене, клик в четыре раза меньше. Будем смотреть. Повторение, артикль до, артикль после, правильно. сработали все три на главных CS. Это ты только что попробовал или что, Виталий? Ну, видимо, уже до этого пробовал, потому что сейчас невозможно так быстро. Что? А, до этого пробовал? Ну, вот видишь, сработало у него. Или нет? Тут будем смотреть, не понял. Хорошо, по АМС, нет, мы еще не суперсильно спецы в этом, поэтому я ничего не смогу тебе отвечать по АМС. Чуть попозже. Итак, ключи релевантные и высокочастотные. Это новый продукт. Ты специально добавил всего десять слов. Из них только три заработать. Двигать компанию и создать новую. Это новый продукт. Я специально добавил всего десять слов. А сколько у тебя работает рекламная компания? Может, она у тебя работает три дня? Подожди, она может заработать чуть попозже. Реклама приходит в чувство в течение двух недель. Бывает такое, не показывается, а не показывается. На второй неделе раз и начало показываться. Если уж такая ситуация, попробуйте ключи, если они у тебя есть в листинге. Попробуй, как Денис сказал, создавать новый рекламный. Сейчас поставим подобное. Вот. Мы сейчас, я, ну, чуть-чуть вперед забегу, мы сейчас тестируем как раз эту штуку, то, что ты рассказал. Мы буквально недавно только начали тестить еще на маленьком колесе товаров. Это вот использовать, если мы раньше по сто ключей в рекламную кампанию давали, то мы сейчас по двадцать делаем. Создавать несколько рекламных кампаний. Мы смотрим, как это сработает. Ну, в любом случае лучше, чем когда простаивает четыре листа, пять листов просто. Но она реально простаивает. Ну да, мы просто сначала берем около два ключей только. Еще есть вопросы, ребята? Вопросы, вопросы. Матрос, нет вопросов. Еще, может, я не знаю, рекомендация, когда у вас несколько вариаций товара, то рекламируйте отдельно вариации, отдельно между собой. Не надо их там в один и тот же. Ну, это в том случае, если у вас там три вариации, а не 15. Потому что конверсия там сбивает она очень сильно. Если на один ключ вешать там две вариации, ну, три вариации. Вот. Я думаю, в принципе, тогда что. Какие фишки новые, новшества рассказали, на вопросы ответили. Да. Аудитория у нас неактивная, хотя люди есть. Ну, видимо, у всех PPC настроено нормально. Или просто до этого не дошли. Паша, стоит ли вариацию рекоментировать по одним ключам? Почему бы и нет? Потому что по каждой вариации это отдельный товар, грубо говоря. И по разным вариациям разные конверсии могут быть. То есть не надо… Мы засовывали, получается, в одну… Ну, можно делать так, что рекламируешься по одному ключу. Именно в один ключ ты сразу одновременно засовываешь на рекламу несколько вариаций. И, получается, там сразу, когда при анализе, ну, оно сбивается, Amazon еще начинает показывать более, на его взгляд, более, ну, активную вариацию. Если хотите рекламировать, лучше отдельно все. Ну, про бит что скажешь в этой ситуации? Чуть-чуть разное делать или нет? Бит? Для вариаций? Ну, да. Например, на один цент, чтобы как-то это раскочегарить повеселей. Десять центов. Да нет. Ну, так запускаете на одном и все. Оно никак не будет. Оно не конфликтует. Если раньше было такое, что конфликтовало, то сейчас оно никак не конфликтует между собой. Amazon это пофиксит. Раньше было такое, что мы создавали там по одним и тем же ключам две разных рекламных кампании и рекламировали там разные вариации. И в один момент произошло так, что другая рекламная кампания приставала работать. То есть это был какой-то конфликт. Сейчас уже такого нет. Вот. Быстро они там меняются. Люди надрываются, рассказывают, учат. Потом хоп, все поменялось, все фишки свалились. Ну да. Раньше боялись минусовать слова с автомата, говорили, что как-то индексация пропадает. Но это было очень давно. Да это из той серии, знаешь, когда говорят, я вот отключил рекламу и у меня все продажи встало. Вся органика, все встало вообще. Это вот из этой же серии. Ну да. Вот. Это тоже такой момент. Если у вас работает реклама и приносит вам продажи, то и она работает в ноль, не стоит ее отключать. Даже в минус, если работает, ничего страшного. Да. Ничего страшного. По прибыли, я имею в виду. Ну да, да. Надо смотреть именно в разрезе всего. Потому что вот так вот рубят рекламу, и подпитка по продажам, по этим ключам пропадает и валится все. Вариации они все, и цвет, и размер. Да. Можешь просто эту группу создавать. Разные. Ну ты должен понимать, что создавая разные рекламные компании, ты просто там бюджеты увеличиваешь. Можешь в одной рекламной компании это сделать. Просто разные группы сделать. Но если у тебя куча вариаций, то создавать для них разные рекламные компании. Потому что это быть неудобно очень. Но если ты пользуешься этим, если ты пользуешься PPC-скопом и программой, когда ты делаешь аналог этого всего, добра, ключей и все остальное, то в принципе тебе все равно, как там эта группа у тебя, как у тебя компания сделана. ты там смотришь, ну конечно лучше делать, чтобы отдельно это все было, но когда ты в разрезе всего времени смотришь, ты там конкретно на каждый ключ смотришь 64 и смотришь, работает он не работает. вот. Ну мы просто работаем через PPC-скоп. Вот. Чисто не может. PPC-тулс еще не пробовал? Не. Как-то такая запара сейчас, что ничего мы еще не пробовали. Вот. То есть привычки, конечно, их тяжело ломать. Ну да. Это неправильно, так сказать. Нет. Но это работает. Надо пробовать еще PPC-скопом. Что, ребята, еще есть вопросы? Ну я смотрю, вопрос нет. Так что можно тебя отпускать, голову не забивать. Вот. Если у вас будут еще какие-то, может вы сейчас постеснялись задать вопрос, пишите мне в личку, я отвечу. Вот. Может конкретно там на вашем товаре мы посмотрим, что там и как. В принципе у меня вот такой вот ньюс закончен. Ну в любом случае, даже если каждый сейчас не поленится, возьмет свои 10 ключей, боткнет Prime, боткнет дефисы и посмотрит по повторению в этом самом броде, уже я думаю польза будет, уже польза от этого лайва глобальная. Так что так вот курочка по зернышку, просто скапливать вот эти все вещи, всякие фишки в один большой лайв смысла нет. Это уже платный интенсив какой-то, который там все сразу начинает массово-массово-массово использовать и опять прекращает это толком работать. из-за этого надо, вот есть какие-то новости, да, есть какие-то вещи полезные, реально полезные, которые приносят пользу. Можно лайв провести или написать, написать текст. То есть текстовый, не забывай тоже документ написать, можно вот даже наши лайвы в тексте написать, опубликуем, чтобы просто было кому как это воспользоваться, посмотреть. потому что многие лайвы не пересматривают, то есть вот зацепился человек, посмотрел, но потом не пересматривает. Я вот, например, у меня куча платных курсов, которые там, мне договоренность ребята мне давали, мне даже посмотреть лень. Ну, то есть даже не то, что лень просто, но времени нет. Потому что там нет ответов на вопросы, очень часто я просто у своих друзей спрашиваю, ну как, ну что, дайджест такой, куски какие-то мне выдергивают, если меня там что-то заинтересовали, я иду туда. Вот, а так даже вот просто посмотреть некогда и не хочется. Ну да, когда вот эти вебинары по 7 часов, я вообще не знаю, как можно смотреть, я страшно-страшно помню. Ну как-то радио, я как радио поставил, так оно идет, там что-то мурлыкает. В любом случае, на что обратить внимание, но то ли уже так достаточно тяжело воспринимаешь информацию, а не впитываешь. Раньше я все впитывал, то есть я прям голодный, как губка был. А сейчас смотрю, я отталкиваю наоборот все, я смотрю, мы по-другому делаем. Это в принципе, да, крутая тема, но столько трудозатрат, я не знаю, а выхлоп какой. Мне хочется ответ на вопрос, как я заработаю бабло. Вот я сейчас зарабатываю, там себестоимость у меня такая, это такое, это такое. И доставка, например, там полтора килограмма стоит морем, там или 0,9 морем, там я не знаю, а воздухом 4 или там 8 долларов. И мне сказали, вот есть такая вот тема, если я вот так, 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 я соответственно с поездки там с килограмма доллар сэкономлю. Ну, к примеру. Ну, это ясно и понятно, вот она математика. Или вот есть люди, которые там, вот если по Китаю, там юанях оплачивают через договора, будет гарантия, например, оплата или будет дешевле. Вот я могу понять, вот деньги, я могу понять, там, как торговать дороже, склейка работает, не работает, там, PPC работает, не работает, ОКОС понижаем. Это понятные деньги. А в основном все спецы, они рассказывают много-много, даже не то, что воды, а вокруг да около. То есть такой вот конкретики, что-то вот, чтобы вот мне принесли доход, его мало. Вот ты сейчас конкретно сказал, что мне можешь принести доход. То есть мне завтра, если будет время, я реально не поленюсь, у меня просто там такое количество компаний уже набралось, запаришься их забивать. Вот, но в любом случае, то есть я не поленюсь взять, там, я не знаю, выдернуть, выдернуть, этот самый, тем же Excel-таблицей выдернуть те ключи, которые мне приносят доход. Точнее, даже плохой ОКОС, там, неважно, который продажи приносит. Возьму там каждое слово, там, по десятку ключей. То есть у меня, как бы, продаваемые товары, там, статистика большая. И пришпандорю сзади прайм. С дефисами как-то разбираться, с дефисами, если честно, мне разбираться лень, куда там их пихать правильно-неправильно, между каждым словом их пихивать, там, ну, как-то, я не знаю. А вот прайм мне понравился, потому что прайм, я понимаю, для чего пишут люди прайм. Они заплатили прайм годовую подписку, они хотят получить товар по прайму. То есть это вот прямые-прямые деньги, которые я могу заработать. Мне это нравится. Это очень просто делается и быстро даст результат сразу. Потому что, если посмотреть, то мало кто вообще это использует. Просто, видите, мало кто рекламируется по ключам с правилами. Ну да, но это как раз профессионализм. Вот этих нюансов мы отличаемся на самом деле. То есть это в этом и отличие. То есть вот эти микро-моменты здесь чуть-чуть и набежало вот это преимущество на 30%, у одного потом все упало, а у других продается. Ну так, по этой тематике, я думаю, все. Федор, спасибо. Если хочешь, оставайся, если хочешь, беги по своим делам. Я расскажу про вот эту тему. У нас тут какой-то скандал небольшой был. Я, честно могу сказать, особо не вникал. Ну вот, немножко свое мнение скажу. Если хочешь, можешь поучаствовать. Если не хочешь, соответственно. Давай, мы сейчас работаем с Русланом. Да, тут ситуация… Да, ситуация достаточно простая. Ребята что-то не поделили. История была небольшая, связана с тем, что как бы такие, как Руслан называет, генеральные партнеры, я и Sales Hub является. Вот, мы вместе работаем, у нас свои договоренности между мной и Русланом. Я не знаю, какие договоренности между Sales Hub, понятия не имею. Вот, и вот этот конфликт заключился в том, что с точки зрения Руслана были нарушены эти, как это звать, взаимоотношения. Вот, в принципе, и все. Почему превращается каждый раз вот эта вот вещь в вот этот балаган, я не знаю. Много людей, которые не выдерживают своих обязательств, это факт. Вот я сейчас с человеком как раз переписываюсь. Вот за всю историю мы делали сколько услуг и продолжаем делать и будем делать. За всю историю у меня только один человек через PayPal вернул деньги. Причем он знал, как меня найти, все вот эти вещи можно решить и так далее. Но человек решил втихую просто вернуть деньги и, соответственно, открыть спор и так далее. Причем мы, конечно, договорились, не стали там спорить и все остальное. Просто договорились. Он мне сам предложил 50 на 50. Вот сейчас не знаю. Так что это нормально. Ничего из такого нет. Я просто таким не сталкивался. Такое бывает редко. Очень многие люди считают, что, ну, то есть, он всегда считает, что они правы. То есть, есть такая специфика. Когда считает человек, что он не прав, он начинает говорить, а где на документах это написано? То есть, где это прописано? Договора нет, там этого нет. Вот это чуть-чуть не так, потому что здесь интернет, здесь все на доверии на самом деле. Вся наша работа и случится на доверии. Вот. Если доверия нет, никакие бумажки. Я знаю огромное количество людей, которых перекидали с этими бумажками. И ничего это не останавливает. Просто отмазка. Вот. И мне кажется, это неправильно. Из-за этого ребята, я думаю, сами там решат эти проблемы. Втягивается там каких-то… Я не являюсь нейтральным, так скажем. Бывает, я каким-то являюсь гарантом по среде и так далее. Я вообще здесь не являюсь никак. Sales Hub не прямой конкурент, так же, как и я им. Соответственно, какие у них взаимоотношения. Меня мало беспокоит. Вот. Руслан работал и там, и там. Ребята, соответственно, не устраивает. Они нашли себе других партнеров. Ну и все. Вот. Я считаю, что любые действия против обычных пользователей, они неприемлемы. Нечего, потому что люди и так уже заплатили вдвойне, так скажем. И посредникам, и исполнителям, и всем остальным. Они в любом случае не должны пострадать. Но на будущее какая-то будет в любом случае не войнушка, но конкуренция будет. Она жесткая. Здесь в любом случае ничего такого нет. Какие-то там космические корабли там бороздят. Амазон. Все друг друга банят, расклеивают какие-то боты. Ну, наверное. Я не знаю. Я на эту энергию не трачу, когда меня спрашивают. Я делаю что-то там. Я занимаюсь вот там двумя-тремя функциями. Я считаю, я в них должен классно разбираться. Я про них и рассказываю. В чем другом, я не разбираюсь. Мне это не интересно. Человеческие личные отношения, опять же, они будут касаться мной и человеком, но никак не другим людьми. И какие там у них проблемы, я это самое, понять с ними. Скорее всего, есть причина. Причина всегда там заключается в том, что кто-то считает, что его права ущемлены. Вот и все. Так что влазить, вникать во всякие там конфликты не собираюсь. Площадка открытая для всех. Тут я не знаю, какие только курсы они обсуждали. Кого только не полоскали, и меня в том числе. Так что, пожалуйста, удаляем только неадекватов, которым, я не знаю, что там в глаза надо делать, а им все божья роса. И есть такие люди, которые потом бегают по другим группам, все это распихивают, рассказывают. Разговоров на 10 долларов, но чем, так скажем, мелочнее человек, тем больше вони от него. Вот. Вот в этой ситуации она как бы, мне нравится то, что она вроде прекратилась, потухла все. Я на это и надеялся, на самом деле. Вот. Все как бы устаканилось, особо разговаривать я смысла не вижу. Работа меня с Русланом устраивает, результат работы есть. Вот. Кого работа не устраивает, они, соответственно, с ними работают, будут работать с другими. Услуга это не уникальная. Люди в любом случае технически подкованы этим будут заниматься. Будет конкуренция. В первую очередь конкуренция связана с тем, что мы берем людей на сопровождение. В любом случае будет какая-то конкуренция. Амазон не такой, на самом деле, и большой. Все равно будут пересекаться, все равно будут какие-то моменты. Но это обычная работа. У нас в русскоязычном пространстве там, я не знаю, там один, два, пять, десять человек склейки делает, а в международном тысячи людей это делают. По крайней мере сотни-то точно. Ничего здесь уникального абсолютно нет. Огромное количество услуг приходит и уходит. Сегодня они актуальны, завтра они будут неактуальны. Я считаю, если есть тема, она приносит доход, как вот мы только с Федей разговаривали о том, что вот конкретная вещь, конкретное минимальное действие, которое от нас ничего не требует, принесет нам дополнительный доход. Я считаю, можно пользоваться. Единственный нюанс один, это не то, что даже гарантия, а больше, наверное, безопасность. То есть, каждый считает свои риски. Кто-то считает, что оборот там, я не знаю, в аккаунте сто, там триста, пятьсот тысяч долларов, этот аккаунт уже там, я не знаю, святая корова, нельзя с ним ничего трогать там, не дай бог, чтобы там на него не дунуть. Я считаю, это да, это большие деньги, хорошие деньги. Заработок здесь хороший за счет исключительно маржи. Оборот пятьсот тысяч долларов, на самом деле, для компании нормально, это ничто просто. Но, так как здесь затрат небольшие, это действительно хороший доход. Но надо понимать одно, что, что бы вы ни делали, как бы вы правильно себя не вели, все равно вы что-то из вариаций написали, что это медицинский продукт. Вторая вариация торгуется без проблем, бестселлер. А первый забанили. Я не понимаю вообще логику Амазона, для меня загадка просто. То есть, там нет ни нарушений, вроде ничего. Я уже убрал все надписи, все названия, и полно народа торгует. И не только меня забанили там. У меня есть пример моего ученика по товарам, по хорошим товарам. Забанили вообще первую страницу все. Вот. Они работали, всю страницу просто забанили, и чуваки слабенькие, ничего себя не представляющие, вылезли в топы, стали хорошо продаваться. Сейчас мы назад возвращаемся, они нас начинают чему-то учить. Ну так пересекается интерес у нас. Вот. Просто там люди, я не знаю, 20 дней на Амазоне торгуют, начинают нас учить, что мы там, я не знаю, супер-пупер баны там решаем, а нас начинают там объяснять, что они работают честно, не честно и так далее, и так далее. То есть, много таких моментов, кто считает там, я вот белый и пушистый, это знаете, до поры до времени. Обороняться надо всем уметь. И знать, по крайней мере, куда обращаться. Пока, вот, все до одного человека, с кем я не общался, кто считает, что карма, некрасивые, такие грамотные, четкие ребята, это до того момента, пока вас никто-нибудь не нагнет случайно. В том числе Амазон, в том числе конкуренты, огромное количество. И когда я смотрю всякие интенсивы, курсы и так далее, люди рассказывают о вещах, которых, ну, они такие, достаточно сомнительные, потому что я не знаю, сколько бы я ни торговал, с кем бы ни работал, сотни аккаунтов, сотни там товаров. всегда 99, ну, я не знаю, 90 процентов. Я просто ни одного, вообще, вот, 100 страшную цифру назвать, ни одного товара не помню, когда постепенно не ухудшалась статистика по отзывам. Ни разу такого не помню. Ну, всегда накапливается негатив, при условии, что автореспондеры в Амазон вообще то ли запретил их, сейчас вообще письма вообще непонятно, что с ним происходит, но последние полгода с ними и так ужас. Если мы там на последний год всех ревьюеров забанили, там запугали, застращали и так далее. То есть как систему они это настраивают, я вообще не понимаю. Не верифай задушили, хотя как я заливал не верифай, так и лью. Только вот сейчас у меня формат другой, именно абонентка месяц мне просто, я отдаю на месяц, мне просто постоянно заливает. У меня правая сторона всегда чистенькая, у меня постоянно есть отзывы, количество какое-то и есть конверсия. И получается такая ситуация, что все равно все меняется, все меняется, все меняется и будет меняться. И когда люди говорят о том, что зайти в какие-то блоки и контролируют свои рейтинги звезд, я не знаю как их контролировать, просто не представляю, когда мне каждый день идет по одной негативной звезде. А бывает не идет, а бывает опять начинает идти. Ну вот, некоторые говорят, вот есть ниша спокойно, здесь вот у меня классный товар, да у меня тоже классные товары, и у моих учеников классные товары. Ну почему-то негатив все равно идет, конкуренты это там, я не знаю, покупатели только пишут негативные отзывы, я не знаю, но все равно. Негативные отзывы, насколько я помню, там 10 раз чаще пишут, чем позитивные, но так как всех закрыли, забанили, то получается достаточно с отзывами проблематично. Вот, так что, как бы там ни было у нас бизнесы на данный момент, основной массы людей это мелкий бизнес, даже не средний. Вот, приспосабливайтесь, работайте, все пожелания рассказал, свое отношение сказал. Вот, не хотелось бы в чужие споры в эти вникать, не хочу быть никаким этим связующим звеном или еще что-то, сами разберутся, я думаю. Группа не для скандалов, группа для того, чтобы информация была открыта, потому что могу сказать, если бы этой группы не было бы, никто бы об этом и не узнал. Вот, и просто были бы скрыты вот эти все расприи и так далее, и был бы просто другой геморрой. А так высказались, как бы, вроде отношения там выяснили и сами уже решат. Вот, потому что в группах заинтересованных просто этот пост бы удалили, да и все, никто бы ничего не знал. Ну, а так в любом случае, у кого-то рыльца в пушке, я думаю, там у всех свое понимание, кто косячит и кто там нарушает свои обязательства. Так как мы не участвовали при договоренности, мы этого не знаем. Я, в принципе, все. Федь, еще добавить? Нет, в принципе, все. Всем удачи тогда. Да, всем пока. Давайте, пока-пока. Все, до свидания.